Друзья, всем привет! Сегодня я с вами поделюсь, я считаю, очень прекрасным, хорошим блюдом. Это яичница на корейке, либо яичница с корейкой. Итак, для нашего блюда нам понадобится 3 куриных яичка, репчатый лук, вот такой вот мелец у меня, черный перец или черри. Вы можете взять обыкновенный, либо душистый, либо просто перчик молотый. Подсолнечное растительное масло, сухой укропчик, у кого есть свежий, сейчас зима, свежего у нас нет, я беру сухой, соль и, конечно, корейка. Слегка подмороженная корейка. Для этих целей мы берем кореечку. В нашем сельском супермаркете есть фермерский отдел, вот такая прекрасная корейка. Друзья, цена у нее абсолютно приемлемая, 290 рублей за килограмм. Вы посмотрите, сплошное мясо, сала здесь совсем нет. Все, порезал я на кусочки, отделил шкуру. Друзья, действительно, может вы скажете, это лишнее? Нет, это не лишнее. Вот на такие кусочки режем и замораживаем. Это будет очень-очень хорошо. Вы не достаете весь кулек, вы достаете только кусочек, будете пользоваться только одним кусочком, остальное будет у вас замороженное. Моем, убираем. Так, ну что ж, первонаперво нам необходимо приготовить яйца. Так как у нас укропчик сухой, нам нужно немножко яичком настояться с укропом. Добавляем соль по вкусу. Добавляем укропчика. Все ложится по вкусу. Укроп можно ложить по вкусу. Я люблю яичницу с укропчиком, такую богатую. И все это дело взбивается. Так, пока наши яички будут настаиваться, запахом укропчика набираться, нам необходимо очистить репчатый лук и порезать полукольцами. Все, пол луковички, я считаю, будет достаточно. Теперь кореечку нам необходимо порезать тоненькими пластинками. Все, я считаю, этого будет тоже достаточно. Так, чтобы не забрызгать нашу стену, подставлю сюда, не зателивая, вот такой экранчик. Друзья, не обращайте внимания, такая система, что экран не предусмотрен, а стенку хочется защитить от масла. Так, включаем газовый плиту. Включаем ее на всю. Наливаем масло. Нам необходимо, чтобы наша кореечка хорошо прожарилась на сковороде именно в масле. Наша сковорода прокалилась, укладываем на нее кореечку. И обжариваем. Так, теперь нам необходимо кореечку нашу посолить. Посолили и поперчить. Друзья, перчите не залея. Даже в масло пусть перчик попадает, потому что идет, вы не поверите, неимоверный запах такого вот поджаренного перчика. Очень вкусного, душистый прям такой перчик. Это... Буквально немножко нужно обжаривать. Не надо, чтобы было сухое. Переворачивай. Иначе оно у вас застохнет. Ещё раз перчим. Слегка, буквально слегка. И слегка посыпаем солью. Так, и сейчас мы сюда вносим лучок. Так, есть такое дело. Лучок распределяем между кусочками, чтобы он у нас пассеровался. Встал мягонький такой. Вот так вот, прекрасно. Запах пошел, неимоверно вкусный. Фактически на полную мы обжариваем мясо и обжариваем, пассеруем свой лук. Именно эта фаза, когда из замороженного состояния наша корейка попадает сразу на сковороду. Она сочная остается. Всё, друзья, у нас лучок немножко стал золотистым. И мы аккуратненько заливаем равномерно нашу яичницу. Вернее, наши яички. Это прелесть. Такой запах идёт. Это вообще. Всё, готово. Всё, теперь можно газ немножко убрать. Половиночку. И потихонечку пусть наша яичница млеит и готовится. Так, мы выключаем нашу яичницу и даём ей дойти в сковороде. Ну что ж, друзья, наше блюдо готово. Поверьте мне, запах идёт. Это просто сказочный. Яичница яичница с корейкой, луком, с перчиком. Это просто песня. Так, ну что ж, яичница наша приостыла. Давайте её вместе с вами и попробуем. Куда это дело убрать? Оп-ля. Оп-ля. Как говорит мой внучек, маленький когда был, говорил мне. Оп-ля. Как здорово. Друзья, запах идёт. Это неимоверный. Я уверяю вас, это очень вкусно. Давайте попробуем саму яичницу вначале. Прекрасно. Хочу вас заверить, очень, даже прекрасно. Даже очень прекрасно. Друзья, сказочный. Слов нет. Слов нет, друзья. Кореечка. Мягкая корейка. С перчиком. Прям такой аромат перчика. Ну что ж, друзья. Я считаю, что это блюдо надо попробовать. Обязательно попробуйте. Очень и очень вкусно. Готовьте сами. Готовьте с нами. Готовьте лучше нас. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь с нами. Дальше будет только интересней. Давите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А я вам говорю. До новых встреч. Всем пока-пока. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова